Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды я прекращу тратить деньги на Вайлдберрис, но не сегодня. Недавно я увидела, что сумма моего выкупа товаров на Вайлдберрис составляет 305333 рубля. Кто-то скажет сумасшедший, кто-то скажет гений. И в руках у меня самая моя дорогая покупка с Вайлдберрис за всё время моих покупок с Вайлдберрис. Как так произошло? Всё очень просто. Недавно я сидела и листала Pinterest, и просто офигела от количества образов в разных эстетиках. И вот смотря на всё это, я подумала и решила, что если попробовать все самые популярные эстетики, но при этом заказав товар с Вайлдберрис? Я честно в этом видео старалась собрать только всё самое лучшее. Миллион лет были потрачены на то, чтобы просиживать штаны на Вайлдберрис, чтобы найти что-то адекватное, чтобы не разочароваться. Потому что хочется не разочароваться, понимаете? Вот это вот желание, когда ты хочешь сказать вещь, чтобы с ВВМ она пришла тебе классно, и ты смотришь на отзывы, а отзывы супер. Но есть ли им доверие? Но перед тем, как начать, давайте немного поговорим про те эстетики, которые я выбрала. В целом, современные коры можно разделить на несколько групп. Первая это женственная. К ним можно отнести кокеткор, коттеджкор, балеткор, конечно же, итгёрл, которая появилась ещё сильно задолго до того, как мне кажется, появилось слово кор. Кстати, как вам больше нравится, кор или эстетика? Мне больше нравится эстетика, потому что кор для меня звучит как будто бы странно. Но не то чтобы странно, скорее странно, но вот эстетика мне нравится. Хотя аниме кор звучит лучше, чем аниме эстетика. Нет, ладно, кор мне тоже нравится. Я не знаю. Но вторая же группа это более гранжевые и даркушные. Так сказать, если бы было две стороны монеты, то с одной стороны было бы что-то такое софтовое, пастельное, милое, няшное. С другой стороны было бы что-то более гранжевое, панковое. Но у этой монеты была бы ещё и третья сторона. И, конечно же, она была бы связана с роскошью. И тут она делится на тихую роскошь и показушную. К тихой относится, к примеру, эстетика олдмани. А к роскоши на показ можно отнести славикор и мобай. Ну и всякие вип-казашки тоже туда же. И сегодня я хочу повторить образы из всех этих типов эстетик, подобрать под них хайповый макияж и показать вам, что я купила, что я подобрала. Давайте приступим. Образов будет много, но я начну с самого для меня необычного. Офисная сирена Корр. Я буду повторять вот такой вот макияж. На самом деле выглядит достаточно просто. Мне очень интересно посмотреть, как я буду в этом стиле выглядеть, потому что мне кажется, мне не подойдёт просто категорически. Но перед этим давайте сделаем небольшую распаковочку того, что я накупила, чтобы найти вещи из этой эстетики. Рубашка. Обычная, базовая. Дальше вот такая коробочка. И здесь у нас, конечно же, то, без чего сиренкор вообще не может существовать, это очки. Очки выглядят на самом деле достаточно неплохо. Кстати говоря, достаточно любопытно потом будет оценить, как дорого одеваться в ту или иную эстетику. Потому что у меня здесь есть разные вещи, и, естественно, образы стоят разное количество денег. Хотя я примерно старалась уложиться во что-то более-менее адекватное. Галстук. Блин, если честно, по-моему, этот галстук был достаточно недешёвый. Мне казалось, что он будет как, ну, обычный мужской галстук, а он... Ладно, будем с ним разбираться потом. Поехали дальше. Та-дам! Это офисный пиджак, жакет. Ребята, посмотрите, у меня таких вещей вообще нет. Я очень люблю жакеты. Ну, конечно же, жакеты бренда Бряза всё существует. Потрясающе лучшие. Жакета серого цвета, максимально офисного типа. Мне кажется, меня не было даже, когда я в школе училась. Я их отрицала. Здесь у меня юбка. Юбка, конечно, очевидно, по размеру будет у меня совсем большая. Хотя я покупала самый маленький размер, и это буквально у нас XS. В комплекте к юбке был также ремень. Вот так вот выглядит стандартизированный образ офис-сирен. И, как вы понимаете, в этом макияже делают очень тонкие прямые брови, очень светлые тени и стрелки, а ещё глаза чёрным подводят. В такой макияже вообще не используется румяна, потому что нужно создать вайп серьёзности. Ну, а губа здесь это тёмный контур и блеск по центру. Также нужно будет в конце макияжа сделать вот такой вот зализанный пучок, потому что это тоже часть данного стиля. Что ж, давайте начнём, и буду рассказывать вам параллельно про эту эстетику. Как вы можете понять из названия, офис-сирена — это эстетика, которая связана с офисным стилем. Во многом она вдохновлена модой истериалами 90-х и нулевых. В ТикТоке очень многие делали эти, ты с девушкой, которая появилась в фильме «Дьявол носит Праду» буквально несколько секунд. При этом она считается одним из самых главных представителей в этой эстетике из мира кино. Ну, а если говорить про селебрити, то в таком стиле видели Беллу Хадид. Я думаю, что по этим кадрам, в принципе, понятно, какая одежда и какой макияж в основном используется в этом стиле. Из одежды тут всякие рубашки, брюки, юбки, ну и буквально классический офисный стиль. А ещё очень важный атрибут — это очки. И они сразу создают вайп того, что мы умные и серьёзные. Но очки, конечно же, нужны не обычные, а такие тонкие, прямоугольные и серьёзные. Вообще, эта эстетика очень развирусилась в интернете, потому что зумеры уже доросли до того возраста, когда начинают работать. Вот и пошла вся травматизация работы в офисе и в ТикТоке. Вообще, офис-кор отличается от делового стиля тем, что он всё-таки немножко переделан. Несмотря на то, что деловой стиль всем, естественно, знаком, это не что-то супер новое. И офис-сирен, да, он не вызывает какое-то ощущение невероятной новизны. Но из плюсов такой стиль достаточно универсален и подойдёт буквально любому. Есть очевидная проблема ввиду того, что эта юбка мне очень сильно велика. Что же, ребятки, давайте немного прервёмся и поговорим о том, что вы так сильно любите. Корея и кей-поп. Если вы вдруг не знали, то теперь приблизиться к любимой субкультуре гораздо проще. Ведь ВК-видео запустило новое эксклюзивное шоу. Кей-поп-школа. Где вы сможете обучить танцевальной хореографии корейских айдолов. А ещё в честь этого события ребята заколабились с Чика. Так что сейчас мы поедем пробовать специальное комбо, которое состоит из самых любимых блюд танцоров. Честно, я очень рада, что появился такой клёвый проект, где можно по туториалам обучиться кавер-дэнсу с нуля. Видео-уроки особенно подойдут для начинающих и юных фанатов кей-поп. В ВК-видео уже вышли разбор на такие клипы, как Тен-Сити, Юбэгги Джинс и, конечно же, BTS Баттер. А ведут шоу топовые хореографы Дима Мун и Данил Ханабатов. Кстати, с танцорами Алекса Малоха и Никитой мы сейчас будем пробовать блюда из ВК-видео Комбо. Ну, моя. Которое можно будет попробовать в Москве в домиках Чика до 15 июля. Ну и поучаствовать в розыгрыше кей-поп призов. Так, острое это мы любим. Тестирую новое кимчи по кумбак. Это особое блюдо в коллаборации с ВК-видео. И это очень вкусно. Ой, колнинг. Вкус прям насыщенный клубники. Блин, ну это реально круто. Чтобы на пас-25 градусов вообще с ветер блюда. Это вообще, блин, там, короче, клубника. А внутри мороженое, или я даже не знаю, что это, но это очень вкусно. Лед, это клубничный сироп. Блин, очень крутая штука. Спасибо, поп-поп. Блин, тебе не жалко? Жалко, конечно. Папка. Нет, это все-таки сироп жирного сахара. Это от капилаки. Ты, кстати, знаешь, это еще скорее тренд на сахарные фрукты. Имейте в виду, что когда вы это едите, осторожно с зубами. Я однажды очень сильно ноткусила, а потом у меня все зубы сжались. Туда! Смотрите внимательно. Этот напиток, он сияет. Видите, там даже блестяшки есть. О, блин, она уже разваливается. Так и должна быть. Ешь, ешь, ешь. Это липко вкусно. Каждый, кто купит блюда из спецменю, сможет принять участие в розыгрыше кей-поп-мерча. А у зрителей кей-поп-школы шансов получить призы в два раза больше. В самом шоу будут крутые подарки. Осталось только отгадать, какой танец мы покажем следующий. Ну что ж, друзья, заглядывайте в Чика за подарками, пробуйте специальные блюда БК-видео. И, конечно же, смотрите кей-поп-школу. Каждый понедельник в сообществе Корейский Вайб. А ссылочку я вам оставляю в описании. Так, после офисного стиля хочется перейти к чему-то более интересному. Поэтому сейчас у нас будет с вами эстетика, которая называется Киберкор. Макияж я, кстати, буду пробовать сделать вот такой. Вообще, макияжи в этой эстетике, ну, очень разнообразные. Но часто в них используют синие цвета, всякие линии и прочие прикольные штуки на глаза. Во многом эти макияжи мега креативные. Эта эстетика не так популярна в России, но она сейчас невероятно хайпит за рубежом. Киберкор это очередная эстетика из более общей эстетики U2K. Она также вдохновлена нулевыми, но не гламурными, как мы привыкли думать и видеть о нулевых, а футуристичными образами. Еще и отсылают к космической тематике. Кстати говоря, некоторые к этой эстетике относят также и кей-поп группы, например, группу АЭСПА. Но достаточно логично, что сама эстетика, которая называется Киберкор, естественно, связана с технологиями. Супер будущим и всем вот в таком формате, но при этом в ней очень много ретро-вайба. Достаточно интересно, что она все-таки относится к эстетике U2K в общей своей массе. Но при этом это какая-то история не про ностальгию о прошлом, а про будущее. С макияжем закончено. А теперь мы начинаем приступать к декору, потому что это очень важная часть для того, чтобы этот образ повторить. Зализанный пучок. Это, в принципе, самый, мне кажется, как будто бы оптимальный трендовый вариант из всего, что только можно себе представить. Поэтому давайте тоже его и сделаем, а потом декорируем. Далее я делаю тугой пучок и дальше растаскиваю по прядям. Я взяла вот такой вот гель для стальной фиксации волос. Сейчас при его помощи я буду делать себе вот эти вот пики. С Вайлбрис я заказала вот такую вот штукенцию. И я буду лепить теперь себе еще и серебряные эти звездочки вот так вот по всей моей голове. Нет, это звезды с Вайлбрис вообще отвратительные, ребята, казались, потому что они просто очень большого усилия требуют для того, чтобы зафиксировать. Нет, этот халат, конечно, потрясающий, но он сюда вообще не подходит, поэтому распаковочка Вайлбрис. Надеюсь, что тут будут крутые вещи, которые подойдут идеально. Итак, первое, что мы достаем, это брюки с волосом. В целом брюки прикольные. Нет, тут есть еще один волос. Окей, ладно, меряем брюки. По ощущениям они абсолютно норм, но они реально огромные. В целом кипркору соответствуют. Если честно, брюки сделаны из какого-то странного материала. И все швы, которые внутри находятся, они прям колят ноги. Но не то, чтобы это была какая-то прям сильная проблема, потому что для фотки выглядит норм. Ну а теперь распаковываем проб. Кто-то ножницами отрезал кусок. Что ж, вот такой образ в киперкоре у меня получился. Понимаю человека, который порвал этот топ, потому что пока я надевала этот топ, мне кажется, уже киберреальность наступила. Серьезно, его просто надеть – это целый вызов. Сидит как топ с Вайлбрис, но отзывы говорят о том, что сидеть он будет как топ какого-то более хайпового местечка. После киперкора хочется что-то другое. Вообще прям диаметрально противоположное, поэтому я решила сделать сейчас эстетику Old Money. И, если честно, это уже не первая моя попытка будет сделать что-то в таком контенте. Но мне это дается безумно сложно. Сколько бы я ни пробовала, несмотря на то, что эти образы достаточно минималистичные и вроде как выглядят простыми, у меня всегда получается какая-то пародия на Old Money. В принципе, иронично, учитывая, что это видео как раз-таки про образы с Вайлбрис, а Old Money – это немножечко концептуально про другое. Я в очередной миллион раз сейчас буду сделать что-то вроде вот этого макияжа. Скорее всего, у меня в очередной раз не получится, я расстроюсь, но я надеюсь, что все-таки я смогу. Нет, вот реально, знаете, есть вещи, которые тебе просто максимально не идут, и вот Old Money или Саввы – мне это прям вообще нет. Эти все богачи – не мое. Слово говоря, я решила, что раз уж мы сегодня тут максимально в Old Money, то у меня максимальная блестящая база для макияжа. Давайте обсудим, что такое Old Money, она же тихая, роскошь. В общем, это история про одежду, которая никогда не выйдет из моды и которая прослужит долгие годы. Вообще, настоящие представители этой эстетики – это очень богатые люди. Но не просто богатые, а именно те, у кого состояние передается из поколения в поколение, так сказать, фамильная какая-то вот такая история. Если мы говорим про меди, то главный представитель такой эстетики из мира кино и сериалов – это Лили Вандервудсен из «Сплетницы». Блин, надо было тон от Dior использоваться с того видео, где я сравнивала дешевую и дорогую косметику, е-мое, он бы дал как раз вот этот вот эффект. Загорелой кожи, которая окисывалась, но всем почему-то кажется очень богатой. И на этом моменте мне подгорело, ибо не успела я начать видео, как поняла, что мой тон, который стоил, кстати, очень много денег, просто сразу же начал окисляться на коже и желтеть. Я вообще не понимаю, почему в этом хайлайтеру все так сильно сходятся. Мо, по-моему, это один из самых слабейших моих хайлайтеров, но он настолько распиаренный, что я даже говорить о нем ничего не хочу, но просто... Ну, возможно, это да, для любителей эстетики Old Money. Все, вопрос у меня снят. Это просто не для альтушек. Вообще, в макияже Old Money, собственно, в чем заключается конкретно моя сложность, идет акцент на очень все естественное, то есть на естественную укладку бровей, на естественные оттенки кожи, и, ну, грубо говоря, у меня нет такого вкуса именно в этом вопросе, потому что я разбираюсь в чем-то более ярком, более неаккуратном. Какой-то у меня другой совсем вайп, и мне реально даже вот эти вот брови, вы знаете, гораздо сложнее нарисовать, чем какие-то лютые странные брови. Еще фишка представителей Old Money в том, что, несмотря на то, что они носят очень дорогую одежду, это одежда, как правило, не мега хайповых брендов. Ну, то есть, грубо говоря, бренд Gucci или Louis Vuitton, они маловероятно, что будут носить. Не потому, что им не нравятся эти бренды, а потому, что они не отвечают вот этой вот всей эстетике, когда мы говорим о стиле. Нам предпочитают совсем другие бренды, что-то типа Glorapiano, Bruno Cucinelli, ну, то есть что-то такое, что стоит еще дороже, чем Gucci, Prada и все что угодно, но при этом не оттуда. Кстати, достаточно иронично, что сейчас мы будем с вами даже не то, чтобы какие-то Old Money бренды использовать, а одежду с Wildberries. Ну, в принципе, чтобы сделать вот это подражание, этого было очень достаточно. Кстати, в макияже Old Money я заметила еще, что всегда есть очень сильная акцентировка на скулы. Добавим немного бронзовых теней, прям пальцем влажным эффектом, чтобы было. Также нарисуем аккуратную черно-коричневую стрелочку. Прямо даже скорее не стрелка, а скорее как обводка глаза. Нижний век по ресничному краю тоже подвожу темно-коричневыми тенями. Такой макияж у меня получился. Мне кажется, мне вообще не идет и выглядит это очень-не очень. Отдаю это на ваш суд. Немножко поговорим с вами про прически эстетики Old Money. Здесь, конечно же, традиционно ценится максимально натуральные, густые, красивые, шелковистые, дорого-богато волосы. Я не выдерживаю в рамках этого контента. Конечно же, моя прическа сюда не подходит вообще никаким боком, и сколько бы раз я не пыталась сделать хотя бы что-то отдаленно напоминающее, хотя бы пародию на Old Money с моими волосами, у меня не получается ничего. Поэтому единственная доступная мне опция это, ого, боже мой, снова пучок, но уже, конечно же, другой. Потому что здесь мы с вами, напротив, ничего залезывать не будем, а будем добавлять объема. Так, волосы расчесали, пробор сделали. Здесь более красиво, мне кажется, будет смотреться какой-нибудь косой пробор. И теперь просто поднимаю свои волосы максимально. Вроде как бы не ближе, но потому что я такая шла по какому-то лазурному берегу, что-то там увидела, сфотографировалась с пакетом Кацки Бакуга и пошла себе дальше. Примерное описание моих приключений во всех этих Old Money местах. И вот такой вот небрежный простой образ. В целом в Old Money есть такая прикольная история о том, что их образы выглядят максимально вылизанными, но при этом они в какой-то степени как будто вот я такая проснулась сама по себе. Поэтому, когда мы с вами говорим про укладки, тут есть два стула. Или это какая-то невероятная пышная объемная укладка для того, чтобы ходить на какие-то, видимо, семейные вечера, или на какие-то мероприятия, куда простым смертным доступ закрыт. Или же это какая-то вот такая вот история, что я вышла из своего какого-то Old Money замка, посмотреть на мои вот эти вот Каннские, Ниццерские истории, посмотрела, пошла дальше, попила свой чай. А теперь давайте посмотрим, что у нас там есть на Вайлдбрисе. Тут справедливости ради, хочу сказать, что я делегировала эту задачу, чтобы мне подобрали одежду в стиле Old Money мои подруги. И... Я даже не знаю, чего там ожидать, потому что я специально сказала, что остальное я выберу сама, но вот это, пожалуйста, вы. И это водолазка. Ну, во-первых, не знаю, почему в такой упаковке странно пришла. Хорошая водолазка, мне нравится. Сейчас будем ее надевать. Очень хорошая водолазка, в максимальном восторге от нее. Я даже близко такого не ожидала. Еще и бирка на булавочке, то есть, чтобы не повредить вещь, это вообще здорово. Мне кажется, это одна из немногих вещей из Вайлдбрис, которые мне правда нравятся. Это очень приятная штука. Вот такой вот второй пакет. Ага, здесь черный твидовый тип и под твидовый костюм. По-моему, я никогда в жизни не носила твидовые костюмы. Мне кажется, я даже их никогда не мерила, поэтому для меня сейчас это будет безумно интересным опытом. Кто любит твидовые костюмы, с вас лайк. Слушайте, ну, сказать, что я удивлена, ничего не сказать, потому что это прикольно. Этот костюм действительно очень неплохой. Я вообще от него ничего не ждала. И когда ты ничего не ждешь и получаешь многое, согласитесь, это очень приятно. И одно, объективно, костюм классный. Возможно, у меня просто нет права опыта. После своего образа вещей. Потому что, когда мне кто-то другой за меня ищет, получается что-то на хорошее. Не знаю, оцените образ All The Money, потому что, мне кажется, даже несмотря на то, что хорошая одежда, мне категорически это не идет. Это не мой вайп. Или вообще я не оттуда выгоденец своим мнением, что вы думаете про вот этот вот имидж. А я сейчас дам вам небольшое объявление. Как только я переоденусь, буду готова к съемке последнего образа. Который, конечно же, ну, просто не может не быть в этом видео, потому что это альт. Вообще, на самом деле, понятие альт достаточно сложно, потому что, с одной стороны, кажется, что как будто бы концептуально это что-то более даркушное, более темное, мрачное, но по факту к альту может причисляться абсолютно любая неформальная эстетика. Тот же самый, условно, Barbie Core. Это, в принципе, тоже категория альта. Несмотря на то, что, ну, очевидно, что люди, которые предпочитают Barbie Core, маловероятно, что будут предпочитать стандартные альт-истории, немые и все такое. И я сейчас не хочу сказать, что эти люди абсолютно точно этим не увлекаются. Мы сейчас говорим с вами строго, сугубо по стереотипам, потому что в данную секунду мы с вами разбираем исключительно внешний стиль. По факту, на самом деле, альт он очень широкий, и если так уж подумать, то альт это, по сути, своя альтернатива в любой ситуации. То есть тот же самый Old Money, несмотря на то, что он весь такой вайбит, стрейтом, нормисами, так или иначе, это все-таки достаточно альтернативная история в простой повседневной одежде. Поэтому я бы даже могла сказать, что теоретически и представители Old Money, не те, кто люди, да, вот эти вот, которые сами по себе живут, там, испокон веков в своем богатстве и роскоши бутиков, а именно люди, которые придерживаются этого стиля. Вполне вероятно, что их тоже мы можем притянуть к альту. Но, как бы, общественно так делать, конечно же, не принято, поэтому пойдем с вами по стереотипам. Но перед этим важный тейк. Я не хочу возвращать все эти вещи с Wildberries, поэтому я подумала и решила, что почему бы мне все эти вещи с Wildberries не отправить кому-нибудь в формате Mr.Box. У меня накопилось просто огромное количество всевозможных изделий. И я знаю, что очень многие люди любят делать распаковки, очень любят всякие штуки покупать, поэтому я в моем Телеграм-канале выложу всю вот эту одежду, которая у меня здесь есть, и плюс кучу одежды и косметики с других моих распаковок с Wildberries. В принципе, за всю историю моего канала, который в нормальном состоянии, я надеюсь, в нормальном состоянии, поставлю, например, на этот Mr.Box price 1000 рублей. Я буду только счастлива. А у вас будет прекрасный повод для того, чтобы получить кучу одежды, потому что она не ношная, если надевалась исключительно для того, чтобы снимать контент. Мне кажется, это достаточно прикольно. Плюс вы не будете знать, что я вам отправлю, и как будто бы в этом есть какой-то элемент отактива. Сейчас я не буду стирать свой макияж, потому что, по сути, он нам никак не будет мешать, и сделаю максимально базовый альт-макияж, заодно правильно расскажу, какие здесь основные вещи. Ну, во-первых, начнем с того, что в отличие от, например, макияжа улдмани, который я имею сейчас, альт-макияж, ну, он может, по сути, своей быть достаточно грязным. И это не считается чем-то плохим, потому что, ну, ты как бы показываешь свой творчество, ты показываешь, что тебе пофит, это тоже достаточно важная история. При этом ты показываешь себя с точки зрения той красоты, которую ты воспринимаешь как красоту, поэтому любые твои вещи, которые ты используешь в качестве макияжа, любая твоя техника, даже если она не идеально визажистская, это абсолютно валидно. Тени альт-макияжа в основном это всегда история про какие-то красочные, красные, оранжевые, синие, зеленые цвета, поэтому просто делаем что-нибудь. Например, я в данной ситуации просто подведу мое нижнее веко красными тенями. Собственно, вот, самый базовый всех базовых альт-макияжей готов. Небрежный, быстрый, снятый за 5 минут. И теперь, что касается прически. В целом, вот эта готовая альт-прическа. Чем более странно она выглядит, чем больше здесь небрежности, тем прикольнее. Весь этот образ должен выглядеть так, как будто, боже мой, я так задолбалась от вообще всего, что вокруг меня происходит. Но при этом, как бы, очевидно, что я красотка в своих собственных глазах в первую очередь. И в этом его концепция. И что мне еще очень нравится в альт-макияже, и вообще, в принципе, в этой истории, это то, что невероятно круто и стильно, вот с такой вот ерундой на лице, на голове, в плане, ну, сделанной, откровенно говоря, на отвале, очень круто сочетаются вечерние платья. Напомню, что когда у меня был мероприятий в Монокко, я как раз-таки именно в таком имидже пошла на монаховскую Мэттгалу, мы ездили с брендом, поэтому нам собрали ультра, вообще вот именно олдмани мероприятия, и выглядело это просто потрясающе. Поэтому сейчас я тоже решила повторить именно вот тот вот свой образ, но только с Вайлдберридом. Во-первых, здесь у меня есть вот такое вот колье. Кстати говоря, по качеству достаточно неплохо, по крайней мере, вот так. Элемент номер раз. Блин, колье реально очень клевое, мне прям нравится. Ну, а теперь платье. Та-дам! Блин, что-то какое-то оно кажется большое достаточно. Платье, на самом деле, как-то выглядит не очень внушительно. Оно совсем в печальном состоянии. Ну что же. Та-дам! Если честно, то, что я только что сказала, зря баканула. Надеюсь, это платье не просвечивает мои труханы. Платье супер, мне очень нравится. Приятный материал. На удивление, на удивление, неплохо село. В целом, для платья с Вайлдберрид мне оно очень нравится. Что же, дорогие друзья, я не знаю, какой образ у меня получился лучше всего. Интересно, как вы думаете. А я всех люблю, всех целую, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok